Набережная пляжа Лонжерон, популярная среди одесситов и туристов, сейчас выглядит вот так. И в пору бы говорить, что власть сумела донести необходимость во время карантина сидеть дома. Но люди позади меня яркое свидетельство того, что не все спешат выполнять распоряжение, пусть даже под угрозой многотысячных штрафов. Кто-то говорит, что не готов расставаться с морским воздухом, ну ни при каких условиях. Кто-то говорит, что будет гулять или совершать пробежку один и в отдалении от остальных. В море главная локация, заменившая одесситом привычный докарантинный досуг. Все, кто собирался в кафе, ресторанах и кинотеатрах с первых дней ограничений, здесь. Прогуливаются, бегают, ездят на велосипедах. На выходных побережье переполнено, но в первый день ужесточения карантина людей немного. Возможно, причиной тому утро понедельника и анонс запрета. Но даже одиночный променад по новым нормам нарушений. Потенциальных штрафников здесь хватает. Каждый опасность вируса понимает, но изменять привычкам не готов. Я буду бегать там, где нет людей. Наверное, вот по тем тропиночкам, не по трассе здоровья. Или же буду как-то заниматься во дворе. Но скучать однозначно буду. Это моя жизнь. Я йога-инструктор. И для меня бег такой расслабленный по медитации своего рода. Пенсионеры, для которых море сейчас едва ли не единственный вид досуга, об ужесточениях ничего не слышали. Старики расхваливают целебные свойства морского воздуха и в запрет дышать. Им откровенно не верят. Шикарный аэрозоль, мелкодисперсная пыль морской воды. Что может быть лучше, если морская вода – это натрий хлор. Хлор – самое сильное бактерицидное вещество, которое стерилизует все вокруг. Понимаете? И почему его запретить? Он сейчас стерилизует все вирусы. Я не думаю, что запретят. Это не может быть. Это бессмыслица. Ну как же, ну как же. А в парке что мешает? В парке мешает свежий воздух от зелени. К слову, въезд на лонжерон свободный. Даже шлагбаумы перед платной парковкой подняты. Но ажиотажа нет. Состав набережной публики не изменился. Пенсионеры, физкультурники, рыбаки. Если со дня на день они рискуют быть оштрафованы, то владельцы четверолапых куда в лучшей ситуации. И уже благодарят своих любимцев за неожиданную привилегию. Как отнесетесь к тому, когда у вас патруль подойдет и начнет составлять админ протокол? У меня есть собачка. У меня есть собачка, поэтому я с ней гуляю. Без собачки, наверное, объяснить будет что-то более сложно. Ну, опять же, по необходимости, если надо в магазин выйти. Наверное, так. Мужчина говорит, что не планирует сдавать пса в аренду и брать с собой его только на выгул. Никто из запрошенных нами людей не видел патрулей. За всегда-то и набережной продавцы кофе говорят, что видели полицейских только на выходных. Они не штрафовали, а информировали. В парках и скверах также людно. Похоже, что превенция продолжится и после официального старта жесткого карантина. Силовики все еще ждут подробных инструкций. Вказовок, что до каких-то посиленных карантинных заходов не отходило, но эти изменения до постановы 211 Кабинета Министров мы ними користуемся. Сегодняшнего сранку. Большинство для населения – это попереджение. Сегодня мы были в двух парках. Это в Стамбульском парке и в Греческом парке в городе Одессии. В целом, если взять, людей там не было. Вторят нас с гвардейцем и их коллеги из патрульной полиции. Разъяснений не поступало, работаем на предупреждение. К тому же закрывать город не планируют. Ні, ми не закрываємо, в'їзд є. Патрульні працюють на профилактику та попередження. Можуть зупинити автівку, поспілкуватися з водієм, нагадати про правила дотримання режиму карантину. Якщо на посту є співробітник медицини, то він може перевірити температуру. Що до міста, то значно менше людей, значно більше дотримання правил – це носіння масок. Есть у нових требований слабые з точки зрения юриспруденції места. Специалисты говорят, що прописані ограничення противоречат конституційним правам человека. Они можуть вводитися в случай чрезвычайного положення, но не действуючого сейчас режима чрезвычайной ситуации. Я считаю, що в даній ситуації, безусловно, я думаю, що це постановлення Кабінета Мінистрів буде предметом судебного розбирательства. Але на сьогоднішній день ми маємо чітко розуміти, що, несмотря на його незаконність, ці положення оправдані. І, скоріше всього, представники Кабінета Мінистрів і їх юристи будуть ссылатися на момент крайній необхідності. Несмотря на явные коллизії несостыковки, розмытые формулировки, проблеми з установлением личності і многое другое, специалист советують соглашаться з полицейскими, выполнять їх требования, а свою правоту доказывать уже после. В суде. Юлия Наксенов, Алексей Прокопенко, Телеканал «Репортер».